887 день войны. Свежая сводка с Русланом Левиевым. На аэродроме Саки в Крыму были уничтожены два российских самолета. Об этом сообщает телеграм-канал Досьхи Шпиона и косвенно подтверждается спутниковыми снимками. Россия продолжает наступать на нескольких направлениях. В целом, каковы ее результаты за прошедшие 10 месяцев, обсудили в сегодняшней сводке и посмотрели на картину целиком. Оказывается, если смотреть на нее целиком, то, конечно, российские продвижения за столь большое количество времени и с потраченным таким количеством солдат и техники не выглядят как большой успех российской армии. Обсудили и разгром вагнеровцев в Мали. Руслан Левиев поделился подробностями того, что там произошло и почему десятки вагнеровцев были убиты местными туарегами, а также зачем вообще вагнеровцы расположены в Мали. Ну и в Белгородской области сбежали бывшие заключенные с полигона во время обучения. В частности, сбежал инструктор, который ранее прославился тем, что записывал видео с одной из заправок в Белгородской области, где рассказывал, что все, кого он тренировал или почти все, кого он тренировал, погибли в одном из наступлений. Он тоже сбежал. Всего 9 человек. Есть у них оружие или нет, неизвестно, но по всей Белгородской области сейчас пытаются их найти. Об этом и о многом другом в сегодняшней сводке. Поддержать ее вы традиционно можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Особенно подпиской. Это помогает распространять видео. Ну и поддерживайте сам канал финансово. Он существует за счет вашей финансовой поддержки. Делать вы это можете через сервис Patreon. Ссылка находится в описании. Переходите, выбирайте тир, выбирайте бонусы и, соответственно, становитесь человеком, благодаря которому в том числе и существует этот канал. Ну а вот наш разговор с Русланом Левиевым. Ну что ж, у нас две трети лета прошло. Давайте посмотрим, как у нас ситуация прямо сейчас на линии фронта. Ну, во-первых, продолжают они продвигаться, российские войска по направлению на Черетинском выступе, по направлению по железной дороге. Вот я вам сейчас его покажу. Вот он, Черетинский выступ в целом. И вот то, что я вам показывал на прошлых сводках от населенного пункта Прогресс, вот по этой самой линии, которую вы видите, как она идет, так изгибается. Сейчас ее подширчу. Это и есть та самая железная дорога. Вот. Вот так вот идет. И, собственно, по ней они и продвигаются. То есть, вот буквально за эти выходные они продвинулись вот примерно вот на этот участок местности, расширили свою зону контроля. Напомню, что здесь им продвигаться полегче, потому что сама железная дорога проходит по высотам, она проложена по таким вот холмам. Поэтому это дает, как бы, такие преимущества при продвижении. То есть, соответственно, есть продвижение по направлению от Прогресс, около там поселка Веселая и Желаны. Также продолжается история, если мы возьмем чуть южнее, юг Донецкой области, а именно Красногоровка. Там продолжают зачищать оставшиеся вот буквально небольшие районы. Вот даже давайте сравним с вами, как изменилась зона контроля за последние вот несколько дней, начиная, допустим, с пятницы. Вот немножечко вот так вот продвинулись российские войска. Вот, ну, я думаю, может быть, на этой неделе мы услышим заявление от Минобороны России, что они Красногоровку захватили полностью. Да, при этом нужно отметить, что Минобороны России бывает, что там на неделю-две раньше срока заявляет этого, еще до физического контроля, а бывают и обратные случаи, когда заявляют там через неделю-две, после того, как физически уже на северный пункт захвачен. Например, вот только в эти выходные Минобороны заявило о захвате того самого Прогресса и Евгеновки, хотя они уже под контролем России, ну, достаточно давно. И здесь я бы хотел просто отметить, поскольку, как я и сказал, типа две-третьи лета прошло, какие можно такие условные результаты провести по этим направлениям. Если мы возьмем, например, эту самую Красногоровку, ну, я вам показал, как сейчас выглядит линия фронта около Красногоровки, а вот как она выглядела на апрель месяц, когда, собственно, начались бои за этот довольно-таки небольшой поселок. То есть за три с половиной месяца они продвинулись вот примерно вот так вот. Блин, что-то мне рисует. Вот примерно вот так. Давай, что-то лишнее махнул. Вот примерно вот до сюда они продвинулись за три с половиной месяца. Вот. Так что тем, как видите, довольно-таки небольшой по Красногоровке. Если же мы возьмем Авдеевско-Очеретинско-Покровское направление и посмотрим, как развивается ситуация за последние месяца. Вообще битва за саму Авдеевку, то есть наступление на Авдеевку началось где-то в начале октября. И если мы очертим линию линии фронта от начала октября, как она была на тот момент по текущей линии фронта, то получается примерно вот такая картинка. Вот в желтом я нарисовал, какая была линия фронта в начале октября. И вот заштрихованная область, что они смогли захватить за, получается, практически 10 месяцев полномасштабного вторжения. Почти год они воевали вот за эту территорию. То есть по масштабам всей войны, всей линии фронта это довольно-таки небольшой участок территории. Хотя, наверное, в отчетах это звучит хорошо, что типа захватили такой-то поселок, захватили этот поселок. Ну вот в ежедневных особенно, да, потому что люди, когда вот им говорят, захватили то-то, то-то, они не представляют себе четыре дома, стоящие в каком-нибудь овраге. Они представляют себе, вот смотрите, каждый день же что-то захватывают. Вот вон там 15 населенных пунктов за год захватили, это ого-го. А ты на это ого-го смотришь, и оказывается, что вот оно. Это, конечно, ну здесь не повыше называется для радости, потому что все это, конечно, кровопрограммные битвы, которых Украина в том числе теряет своих солдат. Но, безусловно, скажем так, масштаб пафоса, который сопровождает вот этот вот захват вот этой территории, он несколько диссонирует как будто с тем, что мы реально видим на земле. Это не продвижение армии, скажем так, которая вышла из позиционного тупика. Это, по сути, он и как будто и остается. Да, и просто, если смотреть на вот такие карты, графики, сравнения за много месяцев, какой масштаб территории захватили, там, воюю, там, три с половиной месяца или почти год, то, исходя из этого, и еще вспоминая, сколько при этом техники потратили, какая сейчас ситуация, собственно, с техникой, с артиллерией и прочим, я предполагаю, ну, точнее, даже уверен, что, ну вот, есть вот эта вот цель России выйти на административные границы, ну, хотя бы там, условно, Донецкой области. Луганская область значительно захвачена, она там наибольшая захвачена из всех четырех регионов. Донецкая, там еще воевать и воевать. И вот два таких крупнейших региональных пункта, которые остаются под контролем Крыминя. Славянск и Краматорск. Этот год 100% нет, никак, нереально даже подойти, нереально, я считаю, к Славянску и Краматорску для российской армии. Даже при вот текущем темпе, который вы видите последней недели, что, типа, вот, они там продвигаются так достаточно быстро. И в целом, я, конечно, мне сложно загадать, как это будет развиваться в следующем году, со всеми этими, там, переговорами, гарантиями безопасности и прочим. Если все-таки условно представим, что в следующем году случатся какие-то, там, временные заборозки конфликта, то, видимо, Славянск и Краматорск еще, там, как минимум долгие годы вперед остаются под контролем Украины. И это, в принципе, недостижимая задача для России выхода административной границы Донецкой области. Вот такие мои осторожные предположения на условно далекое будущее. А еще хотел бы отметить одну вещь. Я и на прошлых сводках на прошлой неделе рассказал, что, типа, вот, по направлению на юге Донецкой области, где вот Новомихайловка и Константиновка, давайте я вам это снова покажу, чтобы вы не путались. Потому что, как вы помните, Константиновок много. Вот, вот этот район, Новомихайловка и Константиновка, там последнюю, прошлую неделю и эту неделю поступает много видео от 79-й десантно-штурмовой бригады украинской, где они показывают прям колонны, техники, атакующие их позиции. И на прошлой неделе я цитировал одно их заявление, что вот была массированная атака с применением бронетехники, и там участвовало там 45 единиц бронетехники, кажется, 11 танков, если мне не изменять память, 12 мотоциклов, ну и так далее, и так далее. И здесь просто важно понимать такой момент, что когда в таком контексте говорят атака, это не всегда имеется в виду, что вот одномоментная атака вот прямо в текущую минуту, что типа вот колонна едет. Именно поэтому, если вы посмотрите те самые видеозаписи, которые я цитировал, вот этой десантно-штурмовой бригады Украины, мы ни разу нигде ни в одном кадре не увидели прям десятки единиц техники там в одной колонне. То есть там максимум ты в кадре видишь там, ну, 8, может быть, 9 разных машин, там, танков или БМП, или прочего. То есть, скорее всего, когда мы слышим заявление, что произошла атака с применением бронетехники, там, в этой атаке было применено под 200 единиц техники, скорее всего, это сумма, там, за день, допустим. То есть, допустим, они начали атаковать с утра, там, первая колонна прошла, ее разнесли в пух и прах, там, прошел час, вторая колонна пошла, ее там, разнесли, третья колонна потом прошла, и так далее, и так далее. И вот все вместе суммировали, и получается вот там стоимость десятки или там под сотню единицы бронетехники. Вот это вот нужно иметь в виду, потому что мы на выходных обсуждали с нашими волонтерами, которые там нам помогают, типа, видели ли вы когда-нибудь там, когда последний раз видели такие массированные атаки бронетехникой? Ну, я пояснял, что нужно ориентироваться не на цифры в первую очередь, а на кадры. Вот и по кадрам там, ну, как бы видны колонны, но не из 40 единиц техники, условно говоря, из гораздо меньшего количества. Вот, такие нюансы тоже нужно понимать. Так, на этой неделе, также, точнее, не на этой неделе, на выходных, были очередные атаки украинские беспилотниками. Во-первых, есть подтвержденные прилеты по нефтебазе в Курской области, есть такие вот кадры пожаров, и есть заявления местных властей, которые говорят, что, да, попали по нефтебазе, и три резервуара горят. Но пострадавших нет. Ну, сама база была, как видите, задета. Вот, и были еще прилеты, заявленные по аэродрому Дягилева в Рязанской области, но там оттуда есть просто пока что видеозаписи, как эти самые беспилотники пролетают над там Рязанской областью. То есть, непонятно, долетели, не долетели, врезались ли что-нибудь, не врезались, то есть, повредили что-нибудь или нет. Пока что не ясно, именно конкретно по Дягилеву. Но есть сообщения по другим аэродромам, аэродромам, вертолетным площадкам. Причем это заявление появилось вот только на выходных, а сами то ли удары, то ли диверсии произошли еще в начале прошлой недели. Это заявление Главного управления розетки Украины, оно сообщило, что в России сгорело три вертолета. Первые два вертолета, Ми-28 и К-226, сгорели в Московской области, в Томилино, на площадке завода Миль. Опять же, они не поясняют, как они сгорели, там беспилотник прилетел, или там их агент устроил пожар какой-то, не ясно. То есть, просто пишут, сгорели. И еще один вертолет, а, вот по Томилино это было 21 июля, то есть, больше, чем неделю назад, то есть, на полу за прошлой неделю это, получается, произошло. А еще один вертолет, третий, заявляется, что сгорел он в Самаре. Это вертолет Ми-8 на аэродроме Кряж военном. Опять же, не поясняется, каким образом он был подожжен. Показываются вот такие видеозаписи, сложно разобрать, но есть такие, как будто бы, очертания вертолета, и вот как будто бы лот поезд вертолета видно, хотя пожар как будто бы не сам вертолет говорит, а что-то рядом с ним, непонятно. Вот, плюс есть видеозаписи жителей Московской области, которые снимают дым, поднимающийся там издалека. Есть геолокации, в том числе, что, да, там дым поднимался со стороны Томилина. А вот что интересно, в своем заявлении Главное управление разведки Украины покрепило вот такой спутниковый снимок, и здесь, как видите, они здесь на этом снимке не утверждают, а используют такие аккуратные формулировки. То есть, как видите, они подписали «вероятно уничтоженный вертолет», и здесь «вероятное укрытие». Хотя в тексте, если вы почитаете прям текст заявления, там прямо написано, прям четко и конкретно, эти вертолеты сгорели, вот при неясных обстоятельствах. Так что подождем, если будет какие-нибудь, может быть, сообщения от источников каких-нибудь, там, не знаю, Астры, ДСИ, Шпионы, ВЧКО, ГПУ. Но пока что это вот то, что есть. Заявление Главного управления разведки Украины и там несколько видео, в том числе с дымом. То есть, что-то точно горело. Еще в конце прошлой недели, я так понимаю, что, наверное, у тебя было вне сутки удар по САКам в Крыму, ракетами АТКАМС. Я не знаю, было или не было, но подозреваю, что было. Это было в ночь на пятницу. Ракеты АТКАМС прилетели по аэродрому САКИ. Во-первых, в Тамкарске есть заявление от телеграм-канала о досье Шпиона, которое, как мы видим, достаточно получается надежный источник по опыту, сколько мы смотрим по... Да, пожалуй, единственный анонимный телеграм-канал, который все используют, потому что действительно... Да, да. ...чек не было. Единственное сомнительное, что я могу ему прописать, это рассказ про А-50, что все-таки его сбила не украинская ракета, а российская ПВО, которое пошло на украинскую ракету и все такое, но, что называется, простим. В целом, довольно надежное сведение. Ну, и вот досье Шпион Аткарский пишет, что в результате этой атаки, которая была в пятницу, уничтожено два истребителя, радиолокационная станция «Небо», и есть двое погибших военных и четверо раненых. А украинский проект «Киберборошно» также публикует спутниковый снимок, снятый после удара. Ну, они здесь размечают, что как будто бы отдаленно похоже на сгоревший самолет, как будто бы вот его нос, вот крыло, вот хвост. Но, в принципе, и я, и многие другие исследователи сходимся во мнении, что все-таки качество снимков не позволяет прям однозначно сделать его. Ну, то есть, как будто бы, да, похоже, но мало ли, хотелось бы снимки получше. Но, с другой стороны, есть, как видите, другой источник, «Досей шпиона», который прямо утверждает, что два истребителя точно уничтожены. Продолжая тема беспилотников, вышла статья «Рейтер» про новые типы применяемых Россией беспилотников. Ну, во-первых, там в статье начинается рассказ про то, как замечают беспилотники российские, которые в себе содержат какую-нибудь сим-карту, там, украинскую, российскую, еще какую-нибудь, и, там, данные, ну, передачи какой-нибудь, там, GPS и камеру. И часто они не несут какую-нибудь боевую часть, а сделаны из очень дешевых материалов, типа, там, какого-нибудь прессованного пенопласта, дерева и так далее. В принципе, такого рода беспилотники мы видели, не помню про 22-й год, но 23-й год мы точно такие видели. И мы уже тогда делали предположение, что, скорее всего, это для того, чтобы выявлять позиции украинского ПВО. Потому что, вот, беспилотник летит, летит, летит на маленькой высоте, передает через мобильный интернет данные, где он прямо сейчас, и там, где прерывается его маршрут, можно понять, что, видимо, там он был сбит, и, видимо, там находится установка украинского ПВО. Про такое мы слышали. Что нового здесь, в этой статье Reader, они показывают и объясняют, со ссылкой на, в том числе, украинские источники, что Россия разработала новую модель беспилотников, которые визуально, внешне, практически идентичны шахедам российским. Вот. И их производят в той самой Алабуге, в том самом политехе. Есть и кадры, как эти выглядят, их называют герберы, вот они выглядят таким вот образом. И, как видите, у них даже эти серийные номера, примерно как у шахедов. То есть, у шахедов, это, как правило, И, там, три цифры, а здесь, как видите, две И. И-Ы-100, например. Вот это кадры такого беспилотника, который упал в Украине. Как я и сказал, их производят в Алабуге. И есть кадры их разных испытаний на полигонах, вот в разных модификациях. И вот заявляется, что они могут быть в формате для артеэлектронной разведки, в формате дрона-камикадзе или ложной цели. Короче, и причем еще описывается, что такие беспилотники, во-первых, они могут формировать рой, чтобы прям такой массой лететь по какому-то объекту или цели. Во-вторых, они, как заявляется, опять же, порой летают вместе с шахедами, чтобы тем самым как бы отвлекать огонь из себя, чтобы шахед пролетел дальше. Видимо так. И вроде, даже называется примерно цена такого беспилотника, там, порядка 10 тысяч долларов. Ну, насколько мы знаем, конкретно шахеды вроде бы как оценивают по 30 тысяч долларов за штуку. Ну, как-то все равно, мне кажется, 10 тысяч долларов за дешевейший дрон, у которого цели просто отличность себя, ну, которая максимум там срежет какую-нибудь сим-карту с камерой, то как-то дороговато, ну, не знаю, вот такая вот цена заявляется на данный момент по этим российским беспилотникам. И при этом, кстати, отдельно отмечу, что, ну, наверное, это связано с тем, что люди просто не следят за войной и мало читают материалов, но у некоторых блогеров, которых я, за которыми я читаю, которыми слежу, которые не связаны с войной, там, связаны с каким-нибудь инженерным делом, каким-нибудь IT и прочим, я все чаще и чаще вижу, как они рекламируют о ламбушских политехах. Как правило, там в этой рекламе не написано, что, типа, вы будете разрабатывать военные дроны. Там часто упоминается в этой же самой рекламе, что будете разрабатывать беспилотники. Такая-такая новая, перспективная тема. Как видите, я думаю, если бы эти люди, известные медийные деятели, знали бы, что это фактически связано напрямую с войной, наверняка, многие из них бы отказались бы от такой рекламы. Надо вот как-то до них достучаться, объяснить им, что, пожалуйста, не нужно рекламировать а ламбушский политех, потому что он напрямую участвует в войне. И есть там, мы помним истории, как некоторых студентов фактически принуждали участвовать в такой работе там угрозами отчисления, угрозами того, что ты должен будешь вернуть деньги за обучение и так далее. Поэтому нужно как-то эту медийную волну угостить, что ли, я не знаю. Да, мы не провели такую операцию в конце прошлого. О, да? Вот блогер удалил, да, в итоге такую интеграцию. Круто, круто. Это очень круто. Работаем над этим. Я больше скажу, Алабуга меня, честно говоря, вот из многого того, что я видел в российском производстве, она меня сильнее всего каранжует, я не знаю, ты видел или нет, их рекламу для девятиклассников, где они прям не скрывались, не скрывались, говорят, приходи к нам, собирай дроны, и они прям в кадре показывают, как эти дети собирают герани. И показывают, в том числе, кадры с канала, не с канала, а с парада белорусского, почему-то, не знаю почему, и говорят, значит, помогай сталинским соколам в конце. Ну, то есть, эта реклама у меня прям очень, ну, то есть, реально, эта реклама, чтобы дети шли производить оружие, и вот, то есть, когда чем больше, там, Россия говорит, что кругом нацисты, да, то называется, посмотрите в зеркало, то есть, все хорошо и замечательно, да, только вы детей буквально заманиваете производить оружие, там реально реклама начинается с того, что уже сидишь и выбираешь, куда пойти в 10 класс, лучше приходи в Алабугу, типа, собирай дроны, вот, и как бы вы не просто рекламируете военное производство, рекламируете военное производство с детским трудом, я не знаю, как бы, что сочетание можно придумать, которое было бы еще более, как-то, не знаю, демоническое и вопиющее, вот, поэтому, да, к сожалению, бюджет у них есть, вот, благо, YouTube скоро заблокирует, наверное, эта проблема частично решится, но, ну да, вот если видите, что ваш какой-нибудь любимый блогер, просто напишите ему в комментариях, что, типа, слушай, а знаешь ли ты про эту Алабугу, да, что ты фактически рекламируешь военное производство, где еще и дети трудятся? Ну да, вот, плюс, окей, если человек даже, там, не знаю, ответит вам, типа, я не лезу в политику, пожалуйста, не надо мне писать о войне, просто объясните ему, что тебе, как минимум, на тебя могут накидать массовые жалобы, репорты, потому что ты фактически пиаришь, по-моему, Алабужский политех под санкционной организацией, насколько я помню, вот, и тем самым ты можешь так опосредованно попасть под такое решение, тебя просто там заблокируют, удаляют, поэтому, пожалуйста, не ввязывайся, не пиарь вот эту вот хренотень полнейшую, да, и на прошлой неделе появилось тоже еще одно видео, от которого теперь Z-блогеры и российские военные тоже кринжуют, это, короче, какие-то такие умельцы в российской армии взяли пушку от БМП-1, боевые машины пехоты, пушку 2А28 Гром, взяли лафет от миномета Василек, спарили их вместе, и получилась вот такая, грубо говоря, условная буксируемая гаубица, которую вот можно заряжать и стрелять. А почему кринжуют люди от этого видеозаписи? Ну, их на самом деле уже, это не первые, мы такие уже, применение таких вот громов на колесах уже видели, а потому что фактически это калибр 73 мм, а чем у тебя меньше калибр, тем у тебя меньше дальность, конкретно дальность пушки 2А28 Гром, прицельная дальность полтора километра, максимальная дальность меньше четырех с половиной километров, на такое расстояние там почти, ну, ну, почти, по-моему, любое бесплатное на такое расстояние запросто долетает. Более того, 73 мм, это же калибр SPG-9 сапога, то есть люди взяли, переизобрели сапог, но при этом SPG-9, он гораздо более компактное орудие, чем вот это вот буксируемое гаутсо, короче, непонятно, для чего они такую вещь сделали, то есть как они собираются ее применять вообще, то есть с такой дальностью, получается, ты должен эту пушку ставить прям вот непосредственно передовой, потому что если ты поставишь ее даже там за километр передовой, за два километра передовой, то ты получается максимум можешь своих обстреливать, то есть, ну, за максимум, а на передовой ей толком делать нечего, хотя здесь нужно сделать ремарку, что пока что мы эти видеозаписи видели только откуда-то из тыла, то есть пока что не было прямо кадров прям боевого применения, но зачем вообще такая, почему такая вообще в голову идея пришла, я, честно говоря, не понимаю. Вряд ли от переизбытка оружия, честно говоря. Ну, да, как бы, согласен, видимо, так проявляется еще дефицит техники и в том числе артиллерии. Ну, вот мы помним, что из-за того самого дефицита артиллерии снова снялись резервов гаубицу М46 старого советского калибра 130 миллиметров, и теперь мы видим, как ее применяют, вот, тоже из-за этого. Важнейшую, ну, как, наверное, самая хайповая новость, которая будет в эти дни, которая фактически толком почти не связана с войной против Украины, это очередная победа, скажем так, группировки Вагнера, на этот раз в Мали. Предыдущая была в Сирии под поселком, или как это правильно называть, короче, населённым пунктом Хишам. Это был год, по-моему, 18 февраля, когда там американская авиация ударила по колонии вагнеровцев наступающих, и погибло там больше ста человек, там была прям жуткая шумиха и гигантские потери у группировки Вагнера. А теперь дело произошло в Мали. Вот здесь я, наверное, хотел бы сразу попросить всех, кто там пророссийский, за Вагнера, просто ответить на вопрос, знают ли они хотя бы в какой части Африки находится Мали? Я уверен, что большинство не знает, не ответит и не покажут на карте, где находится Мали. И тогда возникает вопрос, какого хрена мы там вообще делали? Что мы там потеряли вообще? Что там делают эти вагнерцы? Что они там пытаются добиться? То есть, мне кажется, они вот сейчас пытаются все эти провагнерские каналы преподнести, типа, вот мы добились того, что оттуда выгнали французов, и теперь там мы. Так мне кажется, я на месте французов бы радовался, типа, супер, мы на этих дебилов свалим всю эту проблематику местного региона, пускай сами разгребают эту кашу. И вот они теперь вот так вот эту кашу и разгребают. Короче, история заключалась в следующем. Там эти самые вагнеровцы, которые теперь не совсем вагнеровцы, я так понимаю, что они африканский корпус под командованием генерала Аверьянова, то есть, фактически, граушники, вот, они участвуют в таких вот боях на стороне правительства, местного правительства малийского местного армии. Местные военные хунты, если быть точным. Местные военные хунты, окей, да, да. Да, в 20-м или в 21-м году, да. Да, они там занимаются зачистками, убийством неугодных, в том числе есть, я понимаю, что это для подавляющего большинства всех, кто смотрит текущий вот этот прям видеоролик прямо сейчас, который смотрит нас, даже не в курсе этих расследований, ну, что, кого интересует малий, только, видимо, вагнеровцы. Но были расследования прошлые года от крупных организаций, от, по-моему, СССР, по-моему, ООН тоже делала доклад о преступлениях, массовых убийствах и массовых казнях, которые совершали вагнеровцы, в том числе в Мали. Прямо есть прям кадры, как они делают там, ну, постановочные казни, но постановочные не в том плане, что там людей не убили, нет, там людей убили, но пытались это сделать, обвинить вот там французов, то есть они просто расследовали людей и сделали постановку так, как будто бы это французы натворили. Вот. Короче, вагнеровцы там занимаются вот этим, то есть просто занимаются там разъездом и убийством разных людей, зачистками и так далее, вот, чтобы поддержать местную хунту. Они ехали на очередную такую зачистку в какой-то населенный пункт вместе с омалийскими солдатами. По пути началась песчаная буря. Было принято решение колону разворачивать, они развернулись и попали в засаду туарегов на них, которые из-за там стройкового оружия просто всю колонну расстреляли и положили. Есть, сейчас покажу, собственно, кадры расстрелянной колонны, ну, не буду показывать близкие. Аккуратно, я вчера полутра боролся с Ютубом, пытаясь подобрать кадры, которые он не будет ругаться, но вот на эти не должен. Да, вот на эти не должен, это снятая колонна издалека, там на самом деле около каждой машины прям гора трупов лежит, есть просто кадры прям вблизи. Их просто всех расстреляли. Есть разные оценки, сколько убитых, сколько раненых. Например, в ЧКОГПУ пишет 33 убитых именно россиянина и 18 раненых, а Дешергея Русич, участники которых тоже воевали в рядах Вагнера, причем один из них говорит даже, что типа он раньше командовал этим подразделением, которое утром там принесло потери сейчас. Они пишут про 80 убитых и 15 пленных. Но в любом случае это крупнейшая такая потеря группировки Вагнера и в целом россиян на дальнем зарубежье со времен того самого Хишала. То есть предыдущие тоже было вагнеровцы. И в этой же засаде погиб админ телеграм-канала Грейзон. Кстати, не путайте с этим Рассотом, который Реверс Сайтов Замедал. Это отдельный. Грейзон, они давным-давно отделились, это прямо отдельный телеграм-канал, отдельный человек. Он там тоже был, как теперь известно, и он в этой засаде погиб. Он там, говорят, что якобы снимал какой-то репортаж про вагнеровцев. Надеюсь, на есть предколлегию посмертно не вручат. А так земля стекловатая, конечно. Плюс есть сообщение от Алексея Воеводы, российского вертолетчика, который говорит, что, я так понимаю, что эту колонну прикрывал, по идее, должны были прикрывать с воздуха российские вертолеты, но как-то так странно они прикрыли, что в итоге одного пилота вертолета Ми-8 убили из пылемета, просто крупнокалиберного, то есть стреляли по вертолету летящему, и командира убили, второй пилот смог вертолета отвезти в сторону и где-то в безопасном месте посадить. А еще один Ми-24 каким-то образом был подбит, и вот видны прямо его останки. Вот вертолет уничтожен, но экипаж жив. Короче, прям получили лилей прям по полной программе вагнеровцы в этом Мали. И что интересно, очень показательно, что этот самый погибший админ телеграм-канала Greyzone когда-то писал про Мали следующее. Дальше я цитирую его пост. Ну, в Мали прикольно. Нет авиации, ограниченное количество артиллерии, что относительно СВО почти нет. Ну, то есть, равно почти нет. Почти нет дронов, и там чисто контр-страйк, чисто стрелковый бой олдскул. И я вот, сколько мы наблюдаем за группировкой Вагнера, вот такими, как их называют пророссийские пользователи, солдатами удачи, они действительно к этому относятся как к какой-то игре. То есть, они думают, что поскольку они воюют против каких-то аборигенов, то типа, что им там бояться? Они там сейчас приедут, просто всех простреляют, всех казнят, там всем головы отрежут. Кого надо убьем, кого надо ограбим, как говорил Леон Татарский, грубо говоря, ГАТАК. Они не являются какими-то профессиональными спецназовцами, профессиональными контртеррористами, поэтому регулярно несут потери. И в Сирии они точно так же не были какой-то там элитой. Они пытались делать ответ, что типа, о, там мы самые крутые, мы там чуть ли не всю Сирию освободили от игиловцев. На самом деле, они там тоже люлей получали регулярно и по полной программе. Короче, это просто такой, среди вагнеровцев, которые вот ездят в дальней зарубежье, очень распространенный такой психотип, то, что в английском называется war junkie, то есть, грубо говоря, наркоман войны. Прямого привода в русском нету, есть термин адреналиновый наркоман, но обычно под адреналиновыми наркоманами имеется идут те, кто там, не знаю, прыгают с парашютом, занимаются экстремальными видами спорта, и так далее. А здесь имеются идут те люди, которые прям помешанные на войне. То есть, их манита возможность стрелять, убивать людей, участвовать в реальных боях, стрелять из танка какого-нибудь, вертолета, и так далее. Это их манита, это действует как наркотик. И таких людей полным-полно. Особенно с нашим российским обществом, которым полным-полно этих самых гаражных дедов. Типа, ты в армии не воевал, иначе ты не мужик, и так далее. И поэтому вот так вот люлей получают регулярно. Я думаю, это не последний такой инцидент. Ну, сами вязались в эти все истории по всей Африке, которая нахрен не сдалась России. Вот. Ради какого-то типа регионального влияния будут теперь там регулярно гинуть. Ну, и скажите, дорога им. Что, что я могу сказать. Но это будет, наверное, главная тема. Одна из главных тем этой недели, видимо, скорее всего. Она просто такая яркая. Много и прочее. То есть, действительно много. А, там еще есть информация про Лотоса. Ну, самое непонятное. Да, который был одним из тех командиров, который был широко распиарен после убийства Пригожина и Уткина, который типа наследник империи Вагнера в плане боевых отрядов, который обещал Золотову, что соберет там крупные, там многотысячные отряды внутри Росгвардии, но в итоге обещания не сдержал, потому что за ним никто не пошел. В итоге, вроде бы как, получается, он оказался вот в Африке. Есть информация, то ли он погиб, то ли он попал в плен и сразу был обменен, то ли его вообще не было. Короче, последим за этим тоже, но вот какая-то такая информация проскакивала, что типа он там как-то тоже засветился в этой истории. Последим за этим, да. Главное, что я тут отметил в очередной раз, это то, что, конечно, война и все, что с ней связано, это наполовину мифологии. Вот сколько мы видели в форсировании вот этого мифа о том, что Вагнер настоящий профессионал и туда-сюда, вот она, обрестивая армия и так далее. Это просто абсолютно выдуманный концепт. Группа Вагнер это группа, военное подразделение, которое понесло больше всех потерь. Это подразделение с худшей медициной, соотношением потерь один к двум при штурме Бахмута. Таких потерь не было ни у кого вообще никогда. Ну, в смысле, соотношение раненых к убитым. И когда дело доходит до дела, все понты превращаются просто вот в, что называется, убитых и плененных вагнеровцев. Поэтому, когда вам эти все мифы создают, вы понимаете, что во многом это просто иллюзия, которую пытаются внедрить. Не только Вагнер, но и, в принципе, все вот рассказы о каких-то невероятных подразделениях. Последнее, что хочу тебя в этой теме спросить, просто на ощущение. Думаешь ли ты, что мог к этому делу руку ГУР приложить, потому что мы помним, что в Судане они довольно активно противодействовали вагнеровцам, а здесь, ну, то есть, явно же засада была, да, то есть, явно, как была информация и прочее. Можешь ли ты себе представить, что как-то ГУР был задействован в этой операции, зная их отдельную любовь к Вагнеру? Вполне может быть. Я видел, какие-то сообщения были, что якобы ГУР тоже и в Малии действует, там были какие-то несколько фотографий непонятные, негелоцировые. Но мы помним, в Судане и Ливии точно, это было не в формате заявлений ГУРа самого, напомню, это было в формате публикации в украинской прессе со ссылкой на источники в ГУРе. Ну, понятное дело, что они просто напрямую не могут это рассказать, поэтому приходится сливать через прессу. Хотя, по факту, понятно, что действительно они там как-то присутствуют. Может быть, и здесь как-то поучаствовали, вполне допуская, то есть, наверное, на их месте, если бы у меня была бы информация, где, как, все действует, будет действовать, присутствовать группировка Вагнера или российские солдаты, наверное, я бы тоже там как-то попытался слить информацию их врагам, чтобы тем самым как бы нанести им урон. То есть, и на месте какого-нибудь ЦРУ я точно так же, наверное, поступил бы. Но поскольку это все такие вот сложные тонкости, супер засекреченные, я думаю, если мы об этом и узнаем, то, может, через десятки лет, после окончания войны, когда что-нибудь это будет рассекречено. А так, остается только фантазировать, и гадать. Подтверждение мы тут явно никогда не увидим. Как-то так, по этой истории. Но, в принципе, вполне правдоподобно, да, окей, может быть, может быть причастным. Единственное такое, что я явно как бы отвергаю, что они могли быть причастны, вот прям находясь прям на земле, то есть участвовать в обстреле. Это бред полнейший, да. Но как-то через информаторов слить информацию, например, о том, что вот там двигаются российские солдаты такой-то колонны, будут там-то. Вполне можно такое сделать, и можно такое представить. Дальше. Сделал такую отсылку к сводке, по-моему, позапозапрошлой, кажется. Я вам рассказывал про такой классный репортаж от Минобороны России, который отлично можно использовать для контрпропаганды. Вот даже напомню, помните, вот этого чувачка такого веселого, который такой, прямо такой вот добрый, и даже по глазам видно, какой он добрый, который сказал, типа, вот у меня вся экипировка есть, все отлично, из-за жары нам командование не выделило там дополнительные воды, воды хоть залейся, хоть бассейн здесь наливай, еды до отвала, вообще ни в чем не нуждаемся. И вот я тогда говорил, что типа, мне хочется, чтобы он побывал на линии фронта и рассказал то же самое российским солдатам. И вот даже отдельно скажу, что мне хотелось бы, чтобы он приехал на запорожское направление, например, в 394-м мотострыковый полк, откуда вот появилась видеозапись из Старомайорского, где российские солдаты, находясь в Старомайорском оккупированном, показывают, как они месяц справляются уже без снабжения, они просто из местных амбаров воруют зерно для куриц, ну, корм для куриц, фактически, перемалывают его в мясорубке, из этого пекут вот такие лепешки, типа хлеб, и кашу тоже варят, вот, и таким образом и питаются, таким образом и выживают, вот. Так вот, вот таким людям достаточно просто прислать ссылку на репортаж Минобороны России, можно даже не прислать там на наши ссылки ссылку, хотя это тоже было бы круто, но вот на репортаж Минобороны России, что, вы не верите Минобороны России, вот, пожалуйста, послушайте, что там вам рассказывают, интересно бы, как они бы отреагировали на это. Так вот, и еще история, по-моему, на мой взгляд, это первая такая история, но, может быть, я ошибаюсь, просто, может быть, мы не заметили, короче, это произошло в Мордовии, иностранца, который до недавнего момента был еще одновременно и российским гражданином, а так он гражданин Азербайджана. Его вызывали в военкомат, поскольку у него есть российское гражданство, чтобы встать на воинский учет, и там были прям конкретные кадры, где он, по-моему, с женой приходил в этот военкомат, и отказывался вставать на воинский учет, грубо говоря, там, учреждение посылал всех, вот, и его вызвали в паспортный стол, и вот под камеры просто российского паспорта лишили по-новому законодательству, раз ты отказываешься вставать на воинский учет, то ты теперь больше не гражданин России, вот, а поскольку ты теперь только иностранец, то ему теперь грозит депортация, потому что у него нет там права проживания в России, но вот он, на мой взгляд, человек поступил абсолютно правильно, не пошел вставать, даже потому что здесь не шла речь о том, что, типа, прям забрать на войну, а просто встать на воинский учет, но вот такое категорическое отрицание российской армии, это правильный подход, на мой взгляд. Мы видели много историй, где вот действительно людей, которые становились, так сказать, гражданами России, да, мигрантов, которые становятся гражданами, где их просто берут и отвозят, хер пойми куда, вот, то есть, оставят на воинский учет, и одним днем я лично четыре такие истории рассказывал, что они говорят отвезите нас обратно, они такие, да-да-да-да-да, и везут из Воронежа там в Луганск, вот, и там они уже оказываются непосредственно в войне, поэтому, да, абсолютно правильные действия, потому что, ну, как бы, в нынешней ситуации как будто бы это несет довольно существенные риски, тем более, что мы видим, насколько российская группировка нуждается в людях, насколько она их сжигает каждый день в таких масштабах, которые вот медиазона, она их не успевает считать, то есть, летав в большую тему, он говорит, мы не успеваем считать некрологией, они просто появляются с какой-то невероятной скоростью. Ну, и вот, люди на войне, российские военные случаи погибают не только в разлете боевых действий, но и от своих же. И вот история произошла, появилась в украинском издании Суспильне, которые добыли материалы уголовного дела, где-то каким-то образом она к ним попала, там в этом уголовном деле обвиняются командиры 6-й мэта-40-й дивизии. Эта дивизия новая, создана в 1922 году, она сформирована в основном из мобилизованных, вот под них и собственно она и создана. И там была история такая, что весной 1923 года эти самые мобилизованные, которые воевали в этом подразделении, в этой дивизии, начали жаловаться на условия службы, что типа много потерь, техники нормальной нету, она сломана, экипировки нормальной нету, эвакуации раненых с поля боя нету, и вообще к нам относятся как к пушечному мясу. Но, конечно, местному командиру не хотелось, чтобы его дивизия, его подразделение таким образом светилось в прессе в общественном пространстве, и он решил наказать этих военнослужащих, которые устраивают такой шабаш, короче, такую волну внимания устраивают, как он типа нарушают воинскую дисциплину. Он приказал своему политруку, полковнику, чтобы тот организовал содержание этих провинившихся солдат под стражей, то есть на подвал, грубо говоря, их укрыть. Там их избивали, били, пытали фактически, лишали нормальной пищи, нормального туалета, то есть все, ты живешь как в хлеву, грубо говоря. А потом из-за того, что было привлечено внимание прессы к этим сообщениям, приезжали проверки Арминобороны России, и чтобы скрыть следы пыток своих же солдат, была организована группа военнослужащих по приказу этого командира этой дивизии, которые в один день, это было 4 июля 23 года, то есть чуть больше года назад, они вывели семерых таких провинившихся солдат, избитых, из-за подвала, посадили в УАЗик, отвезли в село Бахмутское Донецкой области, завели в другой подвал дома, где трое других военных, которые из этой организованной группы, просто закидали подвал гранатами, несколько штук, чтобы убить этих самых российских военных, своих же военных, чтобы тем самым скрыть следы пыток. После чего тела убитых военных загрузили в УАЗик, и УАЗик сожгли. Каким-то образом это стало известно военной прокуратуре, военному следствию, их там некоторых посадили, задержали, и вот теперь сейчас идет уголовное следствие против командиров этой дивизии. То есть, как видите, на войне, на текущей войне, российские командиры даже своих готовы убивать, что уж говорить там каких-нибудь гражданских, в которых они видят наводчиков артиллерии условных, грубо говоря. Вот такая вот ситуация с командирами. Боевое бракство, дорогие друзья. Да, и с этим меня еще вспоминаются частые вопросы, которые особенно были в прошлом году, про всякие там заградотряды. Мы каждый раз отвечая на такие вещи объясняли, что заградотряды в текущем понимании, вот как вы видите, как вы все представляете в какой-нибудь картинке из кино, что типа вот идет волна солдат, а следом из-за ней там в сотне метров, допустим, от них идет вторая волна солдат с направленными на них автоматами, чтобы те не посмели развернуться и бежать. Ну или сидя там где-нибудь они в окопах чуть подальше и тоже сцелься в автоматами в своих же, чтобы те не посмели развернуться и бежать. Такое в текущих условиях невозможно, потому что в такой ситуации этот самый заградотряд сам окажется под обстрелом, потому что все просматривается дронами, все обстреливается артиллерией, поэтому вот такого формата заградотрядов не было, в том числе в формате каких-нибудь там кадыровцев или ваггардцев, такого не было. А вот когда солдаты бегут с передовой и оказываются в тылах, там с ними может происходить что угодно. Это называется обнуление, насколько я помню. Да, и обнуление в том числе тоже может происходить. Вот в таком формате да, это и было и есть все, как видите, и будет продолжаться сто процентов, потому что статистика важнее, чем жизнь солдата для командира дивизии. Поэтому вот такая вот российская армия, которая, как они говорят, борется за правду и справедливость. Вот такая у них в их понимании справедливость. Ну, а как ты еще построил дисциплину, когда у тебя цели у войны нет, воюешь ты пушечным мясом. Ну, то есть, типа, если бы у тебя условно была ситуация, когда там, не знаю, отказывающийся солдат, он как бы ничего, ему ты не можешь сделать, то никто бы и не уехал. Потому что, ну, как бы, мы же видим, что они все жалуются, все, от первого и последнего солдата, что как бы поддержки нет, ни хрена нет, я не хочу идти в бой, и вот поэтому появляются подвалы, обнуления и так далее, потому что война не оборонительная, война не, что называется, защитная. Поэтому, да, вот они только убийствами, пытками и всем остальным мотивируют этих солдат. Знаете, это, так сказать, идя в российскую армию, что вы с этим столкнетесь безусловно. Вообще, я со всех участков фронта видел эти сообщения, эти рассказы. Почему у меня выходит по одному-два видео в неделю именно с рассказами российских солдат о бурсах? Да потому что они там везде, в каждом подразделении, в каждом отряде. И даже если проверки приезжают, это все равно под ковер потом заметают, потому что власть прекрасно понимает, что по-другому никак эта армия воевать не будет, потому что она просто разбежится на первый же день, если этой дисциплины условно не будет построенной на насилии, построенной на вот вот этом избиении и убийстве. Ну и как видите, некоторые разбегаются даже не то, чтобы на первый день, а еще на этапе какого-нибудь полигона, потому что вот сейчас в Белгородской области ищут, сколько там было зэков этих, шесть, по-моему, да, или девять? Девять заключенных, бывших заключенных, которые заербовались в Минобороны России на войну, они были на полигоне, я так понимаю, учебном, и просто с него сбежали. И там один из них судим за убийство, другой за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, третий за кражу, еще один за похищение, незаконное лишение свободы фактически, и другой за наркотики, и вот их сейчас ищут по Белгородской области. Вот, потому что понимают, что такие люди, они самый расходный материал, да, и, видимо, они поняли, что лучше бежать, вот они и сбежали. И черт его знает, сейчас чем это обернется, где их найдут, с каким оружием в руках, смогут ли там по пути кого-то убить или что, вот, будем тоже за этим следить. Там главная интрига знаешь какая, помнишь вот это видео, где на заправке мужик стоит и плачет, и говорит, что у него там в Харьковской области разбило, это инструктор штормзона, и по некоторым данным он тоже сбежал, то есть вот как раз среди этих ветерых есть вот этот мужик, которого потом заставляли там почти опровержение писать того видоса, вот, но пока непонятно, он это или не он, но похоже там по одной из ориентировок и собственно по, так сказать, месту и описанию. Да, это точно он, у нас есть в нашем мопсодке вот последний, там прям про него и написано, что это тот самый чувак, который говорил, записывал видео про Волчанск, что вот он обучал штормзетовцев и там большинство не вернулись, он там прям аж плакал на видео, потом его заставили записать новое видео, где он говорил, что поднип, не, не, все нормально, все вернулись, вот, а теперь, как видите, он сбежал. Вот такая вот история. Вот и, все новости на данный момент. Спасибо тебе большое и до встречи в среду. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok